Друзья, я хочу вместе с вами открыть Священное Писание. Это послание апостола Павла Коринфянам. И мы вместе будем читать с 9 главы, с 24 стиха. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 24 стих. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Я остановлюсь на этом. Вот последняя мысль мне очень нравится. Так бегите, чтобы получить. Так живите. Чтобы получить. Так трудитесь, чтобы получить. Так созидайте семью, чтобы в семье был Бог. Так воспитывайте детей, чтобы дети выросли и были лучше, чем мы, родители. Обрели свою судьбу и служили Господу. Так поступайте, чтобы у вас была награда за ваши поступки. Вы знаете, вот этот оборот речи, так бегите, так делайте, говорит нам о том, что можно ведь и по-другому. Можно ведь не так сильно стараться. Можно ведь не быть такими упорными, не так сильно подвязаться. Можно же ведь как-то, ну и попроще. А зачем? А зачем так упираться? Но апостол говорит, так бегите. Не просто улыбайтесь. Не просто бегите ради того, чтобы у вас хорошее время было. Так бегите. Так бегите. Так стремитесь. Чтобы добежать. Добежать первым. Чтобы получить. Второй текст из Священного Писания. Это послание к кремлянам. Тоже девятая глава. И здесь тринадцатый стих. Как и написано. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Обратите ваше внимание, что «я» стоит с большой буквы. Речь идет о Боге. Бог говорит. Бог говорит, что Он двух близнецов разделил. Одного Он возлюбил, а другого возненавидел. Я думаю, что очень сильное слово здесь. Конечно, у нас возникает сразу же целый ряд вопросов. «Подожди, Господь, не потому ли судьба у одного сложилась хорошо, а у другого, как мы знаем, она совсем никакая, эта судьба? Хотя Он был способным и талантливым. Хотя Он был очень искусным человеком. Особенно Он преуспел в звероловстве. Был человеком полей. Но Его жизнь никакая. И в Малахии там сказано о том, что Его пастбища пустые. Что Его поколение, оно никакое. Что они служат младшему брату, хотя Он был первым братом. Не потому ли, Господь, что Ты вот решил так? Одного люблю, а другого ненавижу. А мысль может пойти дальше. И ты можешь подумать. Не потому ли моя судьба настолько сложна? И я борюсь своей жизнью, я борюсь своей жизнью. А вот, допустим, сосед, или родственник, или вот пастырь, или кто-нибудь другой, или кто-то еще, они живут по-другому. Почему так? Господи, в чем секрет? Это Ты там на небе решил так? Это Ты так определил, что мне так трудно в жизни вообще? К чему я так борюсь? Друзья, я так не верю. Сразу скажу вам. Я так не верю. Я не верю, что наш Бог сидит на престоле, смотрит на нас и по каким-то своим внутренним критериям говорит, этого буду любить, этого буду ненавидеть, этому дам такую тяжелую судьбу вообще. Это вообще, мне он не нужен, мне он не нравится. Я так не верю. Писание говорит, что каждый из нас, человек, который был создан по образу и по подобию Божьему. Писание говорит о том, что зародыш твой и мой, Давид говорит, зародыш мой, видели очи твои, в подлиннике смотрели, творили, созидали, мечтали. То есть Бог, когда зародыш во чреве мамы образовывался, Он смотрел на меня, Он смотрел также и на тебя. Он мечтал, благословлял, и Он хотел дать нам прекрасную и чудесную судьбу. Нет ни одного человека на земном шаре, которого Бог хотел бы так вот, знаете, ненавидеть, не любить. Следовательно, что-то сделал Исав, то, что перевело Бога в другое измерение, то, что сердце Бога закрыло. Следовательно, зависело это не от Бога, а зависело это от Исава или Иакова. Одного полюбил, другого возненавидел. Я хочу вместе с вами окунуться в эту историю. Писание говорит, это Бытие, 25 глава, Библия говорит о том, что мама родила двух близнецов. Первенец, который вышел, она назвала его Исав. Он был весь волосатый. Кто-нибудь из вас родился волосатым? Или вы не были одни, в Библии есть тоже такой человек. Он вышел волосатым и дала ему имя Исав. Но вообще, знаете, по нравам того времени, первенец должен был быть особо благословен. И, конечно, кто первый, кто первый, кто первый, первый сын в семье. Он получает двойную награду, двойное благословение. А в данном случае он получал больше этого, потому что в конкретно этой ситуации это означало, что Божья линия патриархов потечет через этого человека. Помните, в Библии сказано, Бог Авраама, Бог Исаака. И Бог, по идее, должен был бы быть Богом Исава, потому что у Исаака родился первенец и дали ему имя Исаав. Но в Библии написано, Бог Иакова, второй человек, второй мальчишка, который вышел из утробы матери, он занял место первенца, и он получил это благословение. Как досадно. Почему? Я думаю, Исау было очень-очень трудно. На Библии сказано, что он горько, плакал и громко вопил в тот день, когда он пришел к отцу и говорит, отец, благослови меня. А отец, который ослеп уже от старости, он говорит, а кто ты, мой сын? Он говорит, я Исаав. Исаав? Так а я благословил. Кто же был этот, кого я благословил? Это был Иаков, твой брат. Но у меня одно благословение. Кого благословил, того благословил. Библия говорит, что он очень громко вопил, он кричал, вопиял. Конечно, такое отчаяние. Он потерял благословение в жизни своей. И после этого положил в сердце своем убить своего брата Иакова. Но вот благословение предопределялось в его рождении. То есть он родился первым, ему повезло, значит благословен. Друзья, ну вот в истории этой мы находим в 25 главе описание того, как однажды Иаков готовил покушать. Он был дома больше, это младший Иаков. А Исаав вернулся с поля. И он устал. И он подошел к Иакову и говорит, дай мне поесть вот этого красного, красного вот этого, ибо я устал. Отсюда имя ему было дано едом. Красный. Что себе ник такой? Красный. Красный, волосатый, красный. Мама звала на обед. Эй, волосатый, красный, иди сюда. То есть первенец, ну первенец, первенец, это же лучше, да? Но Иаков в этот момент, когда брат его пришел усталый, он сказал, продай мне сейчас же твое первородство, то есть твое право на благословение. И Исаав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исааву хлеба и кушанья из чечевицы. И он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исаав первородством. Ух, какая история. Просто тарелка супа. Я устал. Я умираю. Не сказано, или он заболел. Ну, вроде устал. Или он от старости уже думал, что кто знает, я умру. Зачем мне это первородство? Зачем мне это благословение? Мне сейчас плохо. Я не знаю, воспользуюсь ли я когда-либо им или нет. Но я сейчас хочу кушать. Мне сейчас очень голодно. Я устал. Я устал. Кто-то пророчествовал вам, что на вашей судьбе есть особое благословение. Вы верите в это. Вы держитесь за это. Но потом происходит что-то. Сиюминутное удовольствие. Похоть, которая просто-напросто бьет в голову, и вы готовы сдаться и все, и просто идти дальше, потому что, ну, куда? Зачем мне какие-то мои обетования, благословения, когда-то, мои жизни, сейчас, здесь? Я вот это хочу. Вы знаете, так часто история Исаава повторяется. Повторяется в другом формате. Но все та же идея. Исаав каким-то образом был убежден, что ему не нужно это первородство. Какова ценность в этом благословении, если я, скорее всего, им и не воспользуюсь? Какова радость мне от того, что я родился первым, и когда-то меня благословит Отец? На что мне эти блага и все это, если я вряд ли когда-либо понуждаюсь в этом? Возможно, я не доживу до того, чтобы это исполнилось. Возможно, если даже когда-то исполнится, то зачем мне когда-то? Я сейчас хочу. Мне хочется прямо здесь. И сейчас. Лучше синиться в руке, чем журавель в небе. И я не думаю, что есть какой-либо шанс, что я когда-то получу вообще все эти обетования, благословения, и то, что Бог обещал, что когда-то это исполнится. А вот сегодня и сейчас мне хочется. и я достойно этого. И я возьму это. Я буду иметь это. Я не знаю, друзья, но в моей судьбе, в моей жизни я видел людей, которые продавали свое благословение. Я видел людей, которые разминивались вечными ценностями, Божьим благоволением, волей Божьей, потому что предназначение Божие – это Его судьба. Предназначение Божие – это приобретение, которое обогатят Тебя в жизни. Предназначение Божие – это жена от Господа, это муж от Бога, это отношения божественные, которые благословят и обогатят Тебя. Предназначение Божие – это правильная церковь, где ты духовно вырастаешь и меняешься, преобразовываешься, и отсюда твоя жизнь складывается совершенно по-другому. Приобретение Господнее, благословение Божие, первородство – это вот этот потенциал, который Бог вложил в каждого из нас, который должен раскрыться и развиться, чтобы жизнь наша была угодна Господу. Вы скажете, какие-то такие общие вещи, пастор, «Кушать хочу, сегодня хочу, сейчас хочу, удовольствия хочу, денег мне надо, вот что мне надо». Исав продал свое первородство за чечевичную похлебку. Мой вопрос сегодня – осознаете ли вы, что дьявол, может быть, стоит рядом возле вас и так пока еще вроде и не смело, но предлагает вам свое блюдо – чечевичной похлебки для тебя. Предлагает тебе. Так не смело. Ждет момент, когда ты устанешь, момент, когда ты ослабеешь, момент, когда ты будешь податливым, готовым, когда у тебя нет уже вот этого воодушевления, ты не в церкви, ты дома, проблем куча, много, или ты где-то еще, у тебя все как-то не сходится. И он стоит рядом, чтобы предложить тебе похлебку и сказать, зачем тебе Бог? Зачем тебе все это? Зачем тебе все эти жертвы? Зачем тебе все то, через что ты проходишь? Отставь это, брось это. Бери сейчас, бери сейчас удовольствие. Бери сейчас, бери, бери сейчас, бери, бери сейчас. Когда там что-то Бог благословит тебя? Когда это будет? Друзья мои, дьявол искусный в этом. Но Писание говорит, что нам не безизвестны умысли дьявола. Друзья, я видел также людей, которые были уверены, что призвание Божие в их жизни, оно исполнится во что бы то ни стало. Если я призван Богом, если Господь любит меня, значит, Он любит меня. Он неизменен, и намерение Его никто не может изменить. Но я хотел бы сделать следующее заявление. Отнюдь не призвание Божие определяет нашу судьбу, а именно наше отношение к призванию, которое Господь имеет для нас. Исаф имел призвание в своем рождении. Исаф был талантливым и способным человеком. У него было все, чтобы он получил благословение и вошел в эту линию Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Исаава. Но потерял. Потерял за то, что для него-то не было никакой ценности. Потерял, потому что хотел прямо сейчас сиюминутное удовольствие. Потерял, потому что когда, где и как... Он даже, может быть, и не придавал этому особого значения. Где и когда благословение? Отец, когда это будет? Зачем? Хочу. Просто хочу. Друзья, если вы не будете бороться за ваше сражение, за ваше призвание, если вы не будете сражаться за свою судьбу, если вы не будете от сражения идти к другому сражению, чтобы исполнить волю Божию, если вы не отнесетесь серьезно к призванию Божьему, которое есть у Бога для вас, к тому благословению, которое приготовлено для каждого из нас, то оно может просто уйти от нас. И потом, спустя время, мы можем услышать, как Бог говорит, я не люблю этого человека, я ненавижу его. За что? Почему? Из-за его нерадения, из-за его близорукости, из-за того, что у него нет никакой ценности моего благословения, из-за того, что в жизни он избирает то, что он хочет избрать, из-за того, что он не поставил Бога на первое место и его волю. Я хочу вместе с вами посмотреть на брата. Его брат Иаков. А вот с Иаковом совсем другая история. Иаков, когда родился, мама дала ему имя Иакова, потому что он держался за пяту. И она каким-то образом прочувствовала, видимо, пророчески, что он непростой парень. И она дала ему имя запинающий. Препятствие типа, да? Хитрый, обманщик. Если вы посмотрите на жизнь Иакова, то Иаков всегда вот был таким шумушным ребенком. Всегда, если что-то там заварилось, если в доме нет мира, если в доме нет покоя, порядка, значит, там это Иаков, значит, там Иаков что-то крутит, там Иаков что-то делает. Иаков выгадывал. Иаков хотел тоже так, так, как он хотел, так и действовал. Хотел жить так, как он хотел жить. И старался изо всех сил. И мы имеем целую главу, 27 главу Бытие, где мы читаем, как Иаков вместе с мамой, своей Ревекой, они там продумали целый план, как обмануть отца. Помните, что отец был уже стареньким, слепым. Тот день наступил, когда он был готов благословить сына своего. Конечно, он Исава имел в виду, призвал Исава, сказал, пойди, поймай дичи мне, приготовь, когда я поем, я благословлю тебя. И в это время Ревека послушала мама, прибежала быстро к сыну своему Иакову, говорит, слушай, бегом, сейчас лучшие одежды я одену на тебя, но Исава волосатый. Она говорит, о, у меня есть, на этот случай я приготовила кожу, козленка, давай, вокруг шеи твоей гладкой мы кожу обвернем, руки твои тоже кожей покроем. Я быстренько приготовлю, сейчас козленка приготовлю, быстренько. они приготовили, и вот Иаков заходит в комнату к отцу своему и говорит, папа, я сын твой, я пришел. Отец говорит, кто ты мой сын? Подойди ко мне, чтобы я ощупал тебя. Он подходит, я думаю, мама там, затаив дыхание, смотрит, Господи, хоть бы только он не узнал, что это не Исав, а это Иаков. Он начинает ощупывать и говорит, как имя твое? Он говорит, Исав. Он говорит, руки, руки Исава, а голос, голос Иакова. Как зовут тебя? Исав. Он трижды переспрашивает, кто ты? А потом произносит благословение. А потом говорит, да будешь ты благословен. В поколение, да будешь ты благословен. Потом передает от сердца. А здесь идет еще Божья линия, благословение сыну своему. Мама там на третьем небе. Аллилуйя. Это же, слава Богу, все сработало. Все хорошо. Он выходит оттуда, снимает одежду. Аллилуйя, у меня в жизни все получится. И тут брат его, Исав, по-настоящему с поля приходит, приготовил дичь, заходит туда и все. День закончился так ужасно. Исав сказал, скоро, наверное, будет дни плача по отцу нашему, коль он благословил, это же как завещание уже, скоро умрет. Я убью Иакова. Я убью его. И в результате мама говорит своему любимому Иакову, убегай из дома, потому что он человек, он охотник. он это может сделать. И начинается мытарствование Иакова. Вы не найдете этого человека, что этот человек имеет благочестивый, божественный характер, что все у него в жизни правильно. он встречает одну девушку, смотрит на нее такими глазами, лезет целоваться вообще, просто девушка, и готов семь лет работать за нее. Помните, да, Рахиль, когда я приду на небо, я хочу, конечно, увидеть прежде всего Иисуса, потом я хочу видеть Адама, потому что все из-за него перепутано. Во второй главе бытия мы имеем едемский сад, и там такая гармония, и там так чудесно, и там так прекрасно, и там так вообще замечательно вообще. И там и звери, и люди, и леви, и огненок, все вместе вообще. Я, конечно, я бы убедился, что это точно Адам, потому что вдруг это не Адам. Если это точно Адам, то я, скорее всего, за Русю по щекам нашлепаюсь за то, что он все перепутал. За то, что он слушал этого змея, и в результате слушал жену свою. Жена слушала змея этого, в результате мы сегодня здесь, после греха и грехопадения мучаемся здесь. Иисусу пришлось прийти на землю. А потом бы я хотел увидеть Ревеку. Что-то с этой девушкой была, за которую мужик 14 лет работал. Через 7 лет его уже обманули, помните, света-то не было тогда. После свадьбы в шачер положили ему другую женщину. Это была сестра Лия. Наутро он проснулся, солнышко поднялось, он рассмотрел, это не она. Но для него это, знаете, я еще 7 лет буду работать. Что же это за девушка была, Рахиль? Вы знаете, друзья, Иаков не был таким, таким благочестивым человеком. но после 20 лет его мытарствования, он уже не бедный человек, который убегал, вообще не имел ничего. Он уже достаточно состоятельный человек. Он возвращается обратно, у него семья, у него много овец, разбогател. Ему приходят и говорят, Исав, брат твой, с 400 мужчинами, вооруженными, идет тебе навстречу. Ну, у него, я думаю, дрогнуло что-то очень сильно. Он был просто в отчаянном состоянии тогда, в тот вечер и в ту ночь. Написано в Библии, что он всех людей своих перевел через реку Иавок и остался один. Когда он остался один, он начал плакать. Осия, 12 глава, здесь написано о том, что он плакал и умолял его, Бога, мужчина, плакал и умолял, рыдал просто на взрыв, Господи, помоги мне, Боже, помоги мне. Он осознавал, что Исав не остановится на том, чтобы убить Иакова. Он осознавал, что эти 400 мужчин, они готовы не просто убить его, они убьют его семью, убьют его детей, чтобы наследников не было, чтобы получить это благословение, которое Иаков украл от Исава. Друзья, я думаю, что в ту ночь Иаков имел перед глазами своими образ своего брата и просил Господи, убери Исава. Господи, что-то сделай с Исавом. Моя проблема это Исав. Моя проблема это он. Господи, что-нибудь сделай с этим. Знаете, я думаю, Бог смотрел совсем по-другому. Он смотрел и думал, Иаков, не Исав, твоя проблема и не Исава я буду убирать. Ты проблема. Я вытяну тебя из тебя. Я задам тебе вопрос. Скажи, как имя твое? Последний раз он слышал, как отец трижды спрашивал его об этом. Тогда он лгал отцу, он говорил, Исав. Имя это значит, какова твоя сущность? Кто ты? Кто ты внутри? Кто ты по-настоящему? Много масок у нас могут быть в жизни, потому что жизнь такова. Мы здесь одни, там другие, там третьи, там четвертые. Кто ты по-настоящему? Какова твоя природа и сущность? Что внутри тебя? И пришло время, когда Иаков сказал, я Иаков, то есть я, вот я настоящий, я запинающий. Мне мама дала это имя, и это правда. Я хитрый, я манипулятор, я обманщик, вот кто я. Знаете, написано в Библии, что некто боролся с ним. Некто – это ангел. Ангел боролся с человеком, с Иаковом. Иаков был настолько в отчаянии, он настолько кричал и вопиял, благослови меня, благослови меня, не пройди мимо меня, Господи, не пройди мимо, что-нибудь сделай. Один ангел в Библии сказано, однажды убил 185 тысяч человек. За одну минуту. Неужели ангел, который боролся с Иаковым, не мог бы коснуться Иакова и убить его? Конечно, мог бы. Но Бог никогда не ставит целью уничтожить тебя или меня. У Бога есть цель изменить тебя. У Бога есть цель привести нас в тот момент, когда мы по-настоящему откроем свое сердце и скажем, вот кто я, вот кто я, Господь, я нуждаюсь в тебе. Знаете, часто наш взгляд другой. Мы думаем, вот проблема в том человеке, вот проблема в том человеке, вот проблема в церкви, например, вот там проблема, вот правительство наше, там проблема, там проблема. Бог говорит, подожди, проблема не в ком-то другом, не вне, проблема внутри тебя. Я вытащу из тебя твой неправильный взгляд, твой эгоизм, твою природу, греховную, манипулирующую, хитрую и обманывающую. Но я сделаю это тогда, когда ты в отчаянном состоянии будешь так нуждаться во мне и скажешь, вот кто я, Господь, откроешь свое сердце, тогда я приду к тебе и я изменю тебя. Друзья, та ночь закончилась удивительно, когда взошла заря, когда пришло утро, уже написано, что в какой-то момент Иаков чувствовал, что он одолевает этого ангела, но ангела нельзя было одолеть. И потом ангел коснулся бедра его и надломал его бедро, то, на что он опирался. Человек с поломанным бедром не может идти, ему нужны палки какие-то, костыли, он не может ступить. Наутро, когда рассвет пришел, Иаков идет оттуда, идет оттуда, с какими-то палками, а может быть ползет оттуда, уставший, потому что всю ночь боролся. Но был еще один удивительный момент, Бог сказал ему, ты боролся со мной, ты будешь одолевать человека. А есть другой перевод, ты получишь силу от меня и благоволение людей, сила от Бога и благоволение людей, расположение людей. Я уверен, что каждый из нас был бы готов отдать все, что угодно, чтобы иметь от Господа силу и иметь расположение людей. За то, что нам нужно в этой жизни. Я хочу иметь силу Божию, я хочу от Господа получать ответы, я хочу знать, что я с Богом в мире, я хочу прожить жизнь, зная, что весь тот потенциал, который Бог вложил в сердце мое, в каждого из нас, он раскрылся, я угодный ему, я получил благословение, сила от Бога и расположение людей. Бог говорит, Иаков, потому что ты не отступил, потому что для тебя ценно мое благословение, потому что это настоящая ценность для тебя, отношение со мной, и ты боролся со мной, чтобы получить благословение, будучи в этом состоянии. Я касаюсь тебя, я ломаю твое бедро, но я дам тебе силу мою и дам тебе расположение людей. история говорит о том, что утром, когда они встретились с братом, Иаков не в состоянии был даже идти нормально, а внутри он был настолько же сломлен, он впервые признал, что он хитрец, что он манипулятор, что он обманщик, впервые в жизни он открыл свое сердце, и после этой неспанной ночи, когда он боролся, он едва ли мог держаться на ноге на одной и на палках. И вот идут воины, и вот идет брат среди них, и он попытался поклониться ему, пару раз у него получилось, кланялись тогда до земли, а потом он просто упал и просто полз по земле, потому что сломлено бедро, просто полз навстречу брату. Кто-то со стороны, если бы наблюдал за этой историей, он бы сказал, что сделал Бог? Бог должен был бы убрать Исава, он Исава не убрал. Бог должен был бы изменить мои обстоятельства, он не изменил мои обстоятельства. Бог должен был бы моего мужа поменять, он не поменял моего мужа. Бог должен был бы моего сына изменить, он не изменил моего сына. Бог должен был бы сделать это, я же просил у него это, что сделал Бог со мной. Он вытащил от меня признание, кто я. Он вытащил мою всю середину. И в результате еще сломал мое бедро. Если до этой ночи, то этой молитвы я еще как-то думал, может, я спасусь. Теперь у меня даже сил нет. И он просто полз навстречу к брату. По законам того времени, если враг лежит, безоружный и раненый, его нельзя добивать. И историки говорят, что даже перед своими мужчинами Исаф, который был готов нанести смертельный удар, потому что больше 20 лет он жил в этом злее. Ты забрал мое первородство, ты забрал мое благословение. Даже в этот момент Исаф бросил копье в сторону, вышел. И в Библии сказано, что он поднял его. Они обнялись и долго стояли, плакали и целовались. Два брата перед глазами всех воинов. Роковой момент встречи. Кто бы мог подумать, что вот это сломанное бедро, что вот это вытянутая сущность греховная, что вот это признание и этот крик отчаяния помоги мне, что именно это и даст расположение сердца Божьего. И Бог скажет, я дам тебе мою силу и благоволение людей. Если вы будете читать эту историю, вы увидите, как Иаков после этого услужлива к брату. Хорошо, хорошо, как скажешь, хорошо. И Писание говорит, что после этого благословение Божие увеличилось на Иакове. Что с Исавом? А с Исавом, интересно, Малахия говорит с Исавом о том, что его дом пуст. Как это пуст? Подождите, почему пуст? Здесь написано так, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению. Почему, Господь? Что с Исавом? Горы его опустошению и владение его шакалом пустыни. В Малахии написано, за что Господь? А вот за это, что для тебя не ценно было Божие благоволение, что для тебя не ценно было общение с Богом, что для тебя не ценно было, ты не поставил Бога на первое место, что для тебя первородство, ведь Бог дал в рождении это. Первородство ничего не значило тебе. Что такое первородство? Я хочу сейчас кушать. вот из-за этой легкости отсутствия ценностей, Божьих ценностей, оно и не нужно Иакову было. А зачем? Сегодня хорошо. Исаву, точнее, Исаву. А зачем? Сегодня хорошо. Вот из-за этого остается дом его пуст. Друзья, я остановлюсь на этом. У меня есть слово ободрение. Это история. Я хочу сказать вам, не сдавайтесь, если вы устали бороться, если вы чувствуете, что как будто благословение, которое обещано Богом для вас, оно не приходит. Вы столько времени, лет, десятилетий стоите, молитесь за вашу семью, она еще не спасена. Дьявол стоит рядышком с блюдом и хочет сказать тебе, да ладно ты, брось ты все это занятие. Не разменяйтесь на дешевую чечевичную похлебку, на комфорт, на уют, на зону комфорта, на сегодняшнее удовольствие. Не сдавайтесь. И даже если вы устали, у Бога есть свежесть для вас, Он хочет освежить, вдохновить и благословить, потому что Божие благословение на вашей жизни, Божие благословение на вас. Еще хочу сказать о том, что не призвание определяет нашу судьбу, не то, как мы родились, не то слово, которое мы получили, о, это исполнится, а наше отношение к этому. Бегите так, чтобы получить. Относитесь к призванию Божьему так, чтобы не пропустить, чтобы не потерять, благословение, чтобы спустя время Бог сказал, я люблю его, особенной любовью, я люблю ее, я люблю ее за это старание, за это усердие, за этот труд, за то, что сердце простирается к Богу, за то, что Бог является реальной ценностью в жизни, я люблю. Помните, что Иаков сказал, он сказал, я не отпущу тебя, пока не благословишь меня, на этом хотел бы я закончить, друзья, не отпущу тебя, вот это то слово, которое хочу, чтобы осталось у вас, Боже, я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня, и даже если будут дни проходить, недели, годы, десятилетия, я не отпущу тебя, даже если мой характер таков, как у Иакова, Господи, ты однажды спросишь, кто я, я откроюсь, я откроюсь перед тобой, вот кто я, но я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня, ценность Божьего первородства и благословения, не упустите, не разменяйте, не устаньте настолько, чтобы просто отдать это кому-то другому. гирополитом, но отдастся, но отдастся, но отдастся, но отдастся, но и обидно, не устаньте, но отдастся. Продолжение следует...